Минувшая ночь была неспокойной для жителей Южной столицы. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло сегодня в 3 часа 20 минут утра в Алматинской области. Эпицентр находился вблизи поселка Кокпек. Это в 153 километрах от Алматы. На специально созванном брифинге в городском Акимате руководители экстренных служб заявили, что жертв разрушений нет. При этом накануне 30 мая в Институте сейсмологии специальная прогнозная комиссия заверяла, что с 31 мая по 6 июля существенных подземных колебаний в регионе не ожидается. Насколько подготовленными оказались жители мегаполиса и почему предупреждающие об опасности сирены вновь молчали в репортаже моих коллег. Эти кадры на свой мобильный телефон снял Алматинец. Его, как и многих горожан, сегодня разбудили подземные толчки. Землетрясение магнитудой 5,7 в эпицентре произошло почти в половине четвертого утра. Некоторые жители мегаполиса выбежали на улицы в ожидании повторных толчков, но готовыми к экстренной ситуации оказались не все. Ну, как соскочили, она вроде перестала, успокоились. Подумала, что это, наверное, скоро едет. Вот такой гул, вот такой был гул. А потом после этого толчок. Конечно, страшно было. Я на девятом этаже живу. Страшно было. Ну, толчок первый сильный был, потом второй поменьше затухающий. Минуты полторы-две было. Ну, собрал. У меня документы все собраны. Всегда в одной сумке повесил в прихожей. Думал, если будет вторичный толчок, то придется хватать и выбежать. По данным МЧС, сразу после первой тектонической тряски подземные толчки повторились как минимум 8 раз, но уже опасности для населения не представляли. Первой информацию о колебании почвы подтвердила геологическая служба США. В Алматы сирены, оповещающие об опасности, молчали. Как рассказали утром на совещании в Акимате, при такой силе землетрясения оповещение не предусмотрено. Землетрясение не принесло никакого ущерба для инфраструктуры города Алматы, жителей города Алматы. Эпицентр землетрясения находился в 150 километрах от Алматы, в районе поселка Кокпек, на глубине 15 километров, пояснили в МЧС. В результате вышли из строя электроподстанции и несколько улиц населенного пункта остались без света. Разрушение не зафиксировано. В непосредственной близи от эпицентра расположены Бортагайское водохранилище и Майнакское ГЭС. После обследования водоемов вблизи мегаполиса подъема уровня воды в озерах и руслах рек не обнаружили. В данной зоне вокруг Майнакского ГЭС нет ни одной сейсмической станции, хотя по положению такое ответственное сооружение должно быть охвачено сейсмологическим мониторингом. У алматинцев свежо в памяти прошлогоднее майское землетрясение. Ученые назвали его как самое мощное за последние 50 лет. В результате серии подземных толчков вблизи озера Копчегай пострадали несколько поселков. За год в регионе произошло 9 ощутимых землетрясений. Сейсмологи не исключают, что незначительные колебания почвы будут продолжаться, а значит тревожный чемоданчик далеко убирать не стоит.